В столице стартует массовая вакцинация против коронавируса. Прививать начнут теперь не только группы риска, но и те, кто записался заранее через поликлиники. Антиковидные уколы будут делать российским спутник ВИИ и китайской вакциной. Минздрав накануне сообщил, что в медучреждения Минска и областей поступили 100 тысяч доз российской вакцины от COVID-19. Депутаты Палаты представителей приняли законопроект об изменении закона о дорожном движении, среди нововведений выдачи водительских прав международного образца. Также вносятся дополнения, которые сохраняют права россиян пользоваться своим национальным удостоверением. Кроме того, предлагается возможность сдавать экзамены и получать права на машинах с автоматической коробкой передач. Долгосрочный прогноз по изменению тарифов на услуги ЖКХ, транспортные перевозки и обучение на платной основе – все это теперь в открытом доступе. Март обнародовал так называемую тарифную тетрадь на этот год. Лишения об изменении цен будут принимать с учетом экономической ситуации в стране и инфляции, а также на основании роста доходов людей. Понятный и доступный механизм тарифной политики – это требования президента. В Беларуси продолжается акция ГАИ по предупреждению детского дорожного травматизма. Контроль усилен вблизи учебных заведений. Инспекторы следят за соблюдением скоростного режима и правил на нерегулируемых пешеходных переходах. Около 70% аварий с участием несовершеннолетних совершаются по вине взрослых. В субботу руководство предприятий ЖКХ ответит на вопросы жителей. Прямые телефонные линии пройдут с 9 утра до 12. Подробную информацию можно найти на сайте Бобруйского горисполкома.